Запасов платины на рынке более чем достаточно, чтобы покрыть любой дефицит. Николас Ковалас, Metals Focus. В прошлом году оценка платины остановилась на отметке ниже 900 долларов США за тройскую унцию. А на мировом рынке платины был зафиксирован дефицит. Не могли бы вы объяснить причины падения цены в прошлом году? Сперва хочу прояснить один момент. Дефицит на рынке в прошлом году был довольно мал. Практически можно сказать, что рынок был сбалансирован в плане спроса предложения. Кроме того, на рынке были наземные запасы платины. Это говорит о том, что даже несмотря на то, что, согласно данным статистики на рынке, зафиксирован дефицит, на самом деле нет и не было нехватки этого сырья. Повторюсь, на рынке более чем достаточно наземных запасов платины, чтобы покрыть любой дефицит. Тем не менее, самой главной причиной давления на оценку платины стало настроение инвесторов. Исходной точкой возникновения этого фактора является страйк в индустрии добычи и производства платины в 2014 году. Уровень цен и недостаток финансов стали причиной ослабления рынка. Поэтому постепенно инвесторы начали разочаровываться в рынке платины и был запущен процесс массового закрытия длинных позиций и открытия коротких. Еще два фактора были скорее связаны с условиями мировой экономики. Первый – сокращение оценки золота. Второй – падение курса рандо. Вы сказали, что на рынке нет никакой нехватки. Так думаете ли вы, что цены на платину продолжат сокращаться? Нет, я так не думаю. Цены уже упали до весьма низких уровней. Также нужно учесть все еще большое количество коротких позиций на рынке. Хотя я думаю, что платина просто последует положительному тренду на мировых рынках в этом году, включая повышение оценки золота. Какими вы видите показатели платины в этом году по сравнению с другими драгоценными металлами? Нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Я думаю, что платина в оценке превзойдет золото в этом году. Это вызвано исключительно не самыми лучшими показателями золота, что связано с нарастанием необходимости среди инвесторов избегать рисков. В плане мировой среды мы считаем, что финансового кризиса удастся избежать. Мы полагаем, что несмотря на повышение оценки всех драгоценных металлов в этом году, белые металлы будут в более выгодной позиции по сравнению с золотом. Таким образом, платина в показателях опередит золото, но все же лидерами восстановления в этом году станут серебро и палладий, поскольку им предстоит укрепить позиции с самого дна. Николас, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, оставайтесь в Токоскопе ТВ. Это Макаули, это goodbye for now.